МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работы привезли режиссеры из Беларуси, Грузии, Москвы и Санкт-Петербурга. Тренировка со звездой. В Самару к юным спортсменам приехал боксер, самбист и кикбоксер. В одном лице Сергей Харитонов. В Самаре представлена обновленная стратегия развития региона до 2030 года. Напомню, масштабная работа по корректировке документа проходила в прошлом году. Внести свои предложения мог каждый житель области. В стратегических сессиях принимали активное участие депутатский корпус, члены Общероссийского народного фронта и губернатор Дмитрий Азаров. Сегодня исполняется год с момента его избрания губернатором. Лариса Шалафаст подробнее. Корректировка стратегии развития региона – основная тема расширенного заседания правительства. Активная работа над документом велась в прошлом году. От жителей области поступило более 900 тысяч предложений. Все они проанализированы и учтены при формировании документа. Качественно составленная и последовательно реализуемая стратегия – залог успешного развития региона. В конкурентной борьбе выигрывает тот, кто четко ставит себе цели и задачи, ясно представляет свои возможности, максимально эффективно реализует преимущества. Поэтому для Самарской области, стремящейся быть в числе регионов-лидеров страны, продуманная стратегия – это непременные условия развития. Чтобы объединить стратегию развития и национальные проекты, инициированные президентом страны, в документ необходимо внести некоторые коррективы. Подробнее о них рассказал председатель правительства Виктор Кудряшов. В частности, дополнен перечень и значение целевых показателей развития социальных отраслей. Например, это касается уровня бедности. Снизить его более чем в два раза поможет ускоренное развитие экономики, рост занятости и адресная соцподдержка нуждающихся. Сделан акцент на наращивании темпов производительности труда. Перед правительством региона стоит задача вовлечь не менее 250 промпредприятий в реализацию соответствующего нацпроекта. Корректировки также подверглись разделы образования, здравоохранения, экология, региональная политика и развитие цифровой экономики. При этом главные цели стратегии остались неизменными. Это улучшение качества жизни населения, рост конкурентоспособности экономики, повышение эффективности деятельности органов власти. Новая стратегия ставит перед нами еще более амбициозные задачи по осуществлению экономического прорыва и достижению лидерства на основе развития ключевых компетенций. Включение в реализацию национальных проектов позволит экономике региона выйти на новый уровень и решить глобальные социальные задачи, значительно улучшить инфраструктуру. К 2030 году регион должен превратиться в территорию комфортного проживания с высоким человеческим потенциалом, закрепиться в числе наиболее развитых промышленных регионов страны. Корректировки стратегии социально-экономического развития региона на расширенном заседании правительства поддержали единогласно. Произошло, на мой взгляд, очень важное событие для Самарской области, потому что мы в рамках принятой стратегии, во-первых, определили наше место на сегодняшний день, и самое главное – это взгляд в будущее. Открываются большие перспективы для всех. И для молодежи, и для тех, кто сейчас уже в возрасте, и для тех, кто в активном, скажем так, этапе находится жизненном. И я с большой уверенностью смотрю в будущее. До 2030 года мы с вами станем одним из самых основных и мощных регионов в стране. Подводя итоги работы за последние два года, губернатор отметил серьезное укрепление позитивного имиджа региона на федеральном уровне. Большое внимание уделено решению проблем обманутых дольщиков. В 2018 из реестра проблемных объектов исключили четыре дома. В текущем году уже три. Долгожданное жилье получили тысячи человек. До конца года завершат еще пять долгостроев. По-прежнему на особом контроле сфера здравоохранения. Открыто 11 новых учреждений и отремонтировано 47. Закуплено 60 машин скорой помощи. Активно внедряется проект «Бережливая поликлиника». В первую очередь в 17 детских отделениях. В этом году создается Центр онкологической помощи. Переоснащается региональный сосудистый центр и два сосудистых отделения в Тольятти. Проводится дооснащение 14 детских поликлиник. В этом году откроется 14 ФАПов. В приоритете и системы образования. В сфере образования одним из наших приоритетов является обеспечение доступности мест в детских садах. Особое внимание при этом уделяется созданию ясельных групп. В 2018 году были введены 9 детских садов. В этом году в регионе строится и капитально ремонтируется 28. 17 из них совершенно точно будут введены в эксплуатации в текущем году. Ремонт идет и в 45 техникумах и колледжах. Активно внедряются демонстрационные экзамены по стандартам WorldSkills. Создан региональный научно-образовательный центр. Особое внимание и спорту. В 2018-2019 годах введено 10 крупных спортобъектов и 30 площадок. До конца года к ним прибавится еще 4 фока и 15 спортплощадок. Откроется инклюзивный спортивный детский парк около Самар-арены. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События. В Самаре завершается ремонт 8 дорог вблизи Крымской площади. Их привозят в порядок на средства национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Пешеходы и водители уже радуются таким переменам. Укладывается ли подрядчик в график, узнал наш корреспондент. Местные жители рассказывают, улица Аксакова в последнее время превратилась для них в полосу препятствий. Асфальт был в трещинах, тротуары в выбоинах. В этом году улицу полностью обновили на участке от Урицкого до Чернореченской. Сначала восстановили дорожное покрытие, а затем привели в порядок тротуары. Уложили песчаное асфальтобетонное покрытие толщиной 5 сантиметров. Поставили новые знаки, нанесли разметку на ближайшем перекрестке. Жители радуются переменам. Пока что еще в процессе, но думаю будет очень хорошо. Давно уже здесь асфальт не менялся. Были кочки, ямки, выемки. Но здесь по-другому все сделали. Улица Аксакова – одна из дорог, которые приводят в порядок на средства нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего же реконструкция предстоит восьми улицам в районе Крымской площади. Ремонт комплексный, его ведут круглосуточно. На тех участках, где работы завершены, ставят дорожные знаки, пешеходные ограждения, наносят разметку. В порядок уже привели 30 тысяч квадратных метров дорожного полотна. А площадь обновленной пешеходной зоны составит 7 тысяч квадратных метров. Работы почти завершены. Выполнена замена бортового камня, презерование асфальтобетонного покрытия, устройство выравнивающего слоя, устройство верхнего слоя. За качеством работ постоянно следят дорожные службы города и общественники. Завершить ремонт дорог около Крымской площади должны в начале октября. Подрядчик работает с опережением графика. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Николай Епифанов. События. Отопительный сезон в Самаре может начаться в этом году раньше обычного. Уже в начале октября в домах будет тепло. А котельные готовы запустить к 25 сентября. О готовности к зиме и мегаполисе сегодня на совещании ЖКХ говорил первый зам главы города Владимир Василенко. Тему продолжит Сергей Кизоркин. Искать справедливости Налибулатова пришла к первому заму главы города Владимиру Василенко на еженедельное совещание по вопросам ЖКХ. Жалуются крыши 42-го дома по Печорской, где она живет, протекает несколько лет. Управляющая компания ремонтировать ее отказывается. Впереди дождливая осень и снежная зима. А значит еще один отопительный сезон. Им придется жить в холоде и сырости. Потолки постоянно влажные. И грибок там. И все болячки. И с года в год ходим с обращением. То есть исправьте нам, ради бога, кровлю. Но нас не слышат, не хотят нас слышать, не хотят с нами разговаривать. Это ЖКС, который вот сейчас вот на данный момент управляющая компания. Управляющим компаниям, муниципальным предприятиям и районным администрациям первый зам главы города напомнил, что начало отопительного сезона не за горами. И пора закругляться с ремонтными работами. Это касается и крыш, и теплосетей. Осталось довести до ума несколько объектов, в том числе и кровлю на Печорской 42. А управляющие компании, которые не справляются со своими обязанностями, уйдут с рынка коммунальных услуг в Самаре. Сегодня будет заседание комиссии по лицензированию. Вот в этом вопросе жесткий момент по отказу управляющим компаниям в однодневком давать лицензию. Работать нужно оперативнее, напомнил подчиненным Василенко. А к следующему понедельнику подготовить полноценный доклад главе Самары Елене Лапушкиной. Отчитаться по готовности города к зиме должны главы районных администраций, департаменты образования и городского хозяйства, а также СКС и газовики. Основной доклад делаю я, чтобы была информация вся выверена. Особенно я обращаюсь к Кировскому району. У него всегда информация не стыкуется. По предварительным прогнозам синоптиков зима будет ранней, поэтому в зависимости от температуры на улице отопительный сезон в Самаре может начаться раньше обычного срока. В начале октября в дома планируется подавать тепло, а к 25 сентября запустят котельные. Сергей Кизоркин, Василий Колдашов. События. Из роддома в автокресле инспекторы ГИБДД прочитают курс лекций молодым матерям прямо в родотделениях. Они расскажут, как выбрать кресло для перевозки ребенка, где его закрепить, как правильно и безопасно переходить дорогу с коляской. Такие меры призваны снизить число аварий. Слово Валерии Куценко. С начала текущего года в городе в аварию попали 80 детей. Пять из них погибли. Чтобы свести число ДТП к минимуму в Самаре на средства федерального проекта детства безопасности, стартовал курс лекций. Как показывает практика, зачастую родители не знают элементарных правил безопасности. К примеру, на каком сидении и как именно устанавливать детское автокресло. Об этом, а также о других нюансах безопасного вождения расскажут инспекторы ГИБДД. Ольга Синева – мать двоих детей, одна из слушателей первого тренинга. У меня старший сын еще есть. Как перевозить двоих детей? Я узнала для себя это. А то у нас вопрос все время возникает. Сын старший много секций посещает, школа, так что мне надо постоянно за рулем быть. А младшая у меня маленькая еще. Из-за этого мне приходится постоянно с ней. Обязательно, обязательно. Это для безопасности нас, как говорится, наших детей, нашего поколения. Мы должны это знать и уметь использоваться. Некоторые лекции авторы проекта планируют провести прямо в рототделениях самарских больниц. Чтобы молодая мама училась не только грудному вскармливанию, но и о зам безопасного вождения. К примеру, родители должны знать, что при покупке кресла нужно обращать внимание на наличие наклейки о стандарте безопасности. На каждом автокресле есть у такого стандарта безопасности. Такая вот наклеечка, говорящая о том, что это кресло стандартизировано. По словам инспекторов, детей до года лучше всего перевозить в автокресле, установленном на переднем пассажирском сиденье спиной к дороге, чтобы в случае резкого торможения ребенок не смог сильно запрокинуть голову. Детей старше года лучше сажать на заднее сидение. Многие родители до конца не понимают, какие детские удерживающие устройства нужно выбрать для ребенка, в зависимости от возраста, в зависимости от веса и роста ребенка, выбрать правильное детское устройство. Именно в рамках вот этих занятий будет проходить обучение. Использовать детские автокресла нужно до 12 лет. Хотя дети в возрасте от семи и старше могут использовать и ремни безопасности с бустером. Все знают, а как пользоваться не умеют. Поэтому здесь однозначно, если человек сам попробует и будет замотивирован, и будет знать, как это сделать правильно, потому что, видите, даже есть вопросы, на кой сиденье, как лучше посадить вперед-назад. Эти вопросы на них вряд ли кто-то из соседей даст правильный ответ. Здесь специалисты, которые обучены. Лекции о безопасном вождении в Самаре будут читать в течение трех лет. Инспекторы ГИБДД уверены, это может снизить число аварий в разы. Валерия Куценко, Дмитрий Мешканцов, События. В Самаре открылся 12-й Всероссийский фестиваль документальных фильмов «Соль земли». Свои работы покажут авторы из России, Киргизии, Белоруссии и Грузии. Оценивать их будут именитые кинокритики, сценаристы и режиссеры. Мария Левина узнала, чем зрители так манят мир документального кино и познакомилась с номинантами кинофестиваля. Саша! Вот видишь, вот это наш квадрат, который нам дали. Мы дошли по дороге до верхней точки и вот так мы будем ходить, кричать. Кадры из документальной ленты ушел из дома в сторону леса. С этим фильмом Наталья Егорова делает первые шаги в большой и красочный мир кинематографа. Журналистка по образованию Наталья все же решила посвятить свою жизнь режиссуре, о чем мечтала еще в детстве. Чтобы представить свою работу на 12-м Всероссийском кинофестивале «Соль земли», девушка приехала из Москвы. В центре сюжета история одного поиска. Больше суток режиссер провела вместе с поисковой бригадой Лиза Алерт и весь свой опыт передала в картине. Документальное кино показывает жизнь, а она порой преподносит такие сюрпризы, что и придумывать специально ничего не приходится. Пока снимаешь, ты постоянно думаешь, правильно ли ты снимаешь, что надо еще снять, что надо добавить, что было бы хорошо еще. И уже на самом деле в процессе съемок ты монтируешь. Это уникальность документального кино, потому что в игровом кино ты все-таки снимаешь по сценам. В судействе фестиваля именитые кинокритики, профессорский состав в ГИКа и режиссеры из России, Белоруссии и Грузии. Кинопраздник объединяет творческих людей из разных точек мира. В этом году в основную программу вошли более 50 фильмов по пяти номинациям. «Здесь и сейчас», «Русский собор», «Чти отца твоего и матерь твою», «Кому грядешь» – фестиваль проводится в Самаре не случайно. Документальное кино и самарскую землю связывает общая история. Именно здесь, тогда еще в Куйбышеве, открылась первая студия кинохроники по Волжье. В годы войны ее кадровый состав усилился за счет эвакуации сюда центральной студии. Кроме людей сюда перевезли оборудование, что вместе в совокупности дало невероятный толчок для дальнейшего развития. Сегодня в кино стало больше возможностей. Современное оборудование позволяет передать каждую деталь, каждую эмоцию, поймать даже шорох листвы. Из-за чего кинолен становится в разы больше. На одну и ту же тему можно встретить десятки тысяч фильмов. Самое главное, что говорит о действительно успешном кино – это целостность мысли. Автор должен сам четко понимать, о чем он хочет поговорить со своим зрителем, уверены эксперты. Но как только возникает возможность зрителей увидеть документальное кино, возникает тот ток взаимодействия документальных героев через призму авторского видения со зрителем. И это необычайно обогащает зрителей и сохраняет их любовь к документалистике. Поэтому я и люблю Самарский фестиваль. За 12 лет фестиваль пришелся по вкусу самарскому зрителю. У него появились постоянные гости. Самое предъявительное здесь – это быть ближе к такому далекому и манящему миру кино. Приходят и молодые студенты, и люди постарше. То есть достаточно аудитория широкая. Ну и, конечно, интересные люди приезжают к нам в город. Хочется их увидеть, послушать. Каждый год проходят творческие встречи с именитыми режиссерами, сценаристами и актерами. На этот раз о своей истории рассказала заслуженная артистка России Инга Аболдина. Показ фильмов на фестивале документального кино «Соль земли» пройдет до 20 сентября. После каждой ленты – обсуждение с авторами в формате без галстуков. Мария Левина, Максим Гусев. События. В Самаре вот уже в пятый раз масштабно отметили День дружбы народов. В программе праздника – выставки народных костюмов, концерты, творческие мастер-классы, народные игры и национальные свадьбы. Подробнее Мэри Елчан. 157 национальностей в Самарской области и у всех свои традиции и обычаи. Так и свадебный обряд у каждого народа свой. 14 пар приняли участие в фестивале национальных свадеб. Например, в армянской культуре жениха с невестой свекровь встречает с ложкой меда, а плечи молодых покрывает лавашем в знак семейного благополучия. А вот азербайджанская свадьба складывается из трех этапов. В заветный день жених приезжает в дом невесты и под музыку вокзалы увозит ее. На пояс девушки завязывают красную ленту. Это символ плодородия. Кульминацией азербайджанской свадьбы является вынос плова. Ему посвящена отдельная церемония. Здесь представлены различные национальности с тем, чтобы каждый из нас мог увидеть то многоцветие национальных культур, которые характерны для нашего Самарского края. В коридоре дружбы все желающие смогли узнать, как приветствуют друг друга на национальных языках разные народы. И в знак дружбы, согласия и солидарности повязать ленточки. Свою лепту внес и губернатор Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, что празднование Дня Дружбы Народов стало для Самарской области доброй традицией. Что, это узелок дружбы? Да. За несколько часов на главной сцене праздника выступило более 50 лучших творческих коллективов региона. В парке работало более 30 интерактивных площадок, где самарцы могли не только повеселиться, но и узнать много нового о различных народах, проживающих в регионе. Мэри Илчан, Григорий Плешаков, События. Увидеть одну и ту же историю глазами разных людей. Спектакль для трех возрастных групп. Хики о море бегство показали впервые на новой сцене Самарта. Этой постановкой французские актеры из Лиона открыли пятый международный фестиваль «Французская осень». Как восприняли зрители необычную подачу спектакля, узнала Мэри Илчан. На сцене актеры из Франции. Минимум декораций и музыка, которая с первых минут дает понять, что здесь царит атмосфера драмы. Все зрители в зале видят одну и ту же картину, но каждый понимает спектакль по-своему. А все потому, что у каждого в наушниках звучат разные истории. Одна и та же ситуация с трех разных точек зрения. Матери, отца и самого главного героя – подростка. Мы очень часто забываем, что не существует одной правды. Существует множество точек зрения. Именно поэтому нам еще более интересно показывать этот спектакль здесь, потому что здесь мы встречаемся с другой культурой. Постановка «Хигикамори» полностью озвучена на русском языке актерами театра Самарт. Это история подростка, принявшего решение бежать, отгородиться от общества и быть в уединении. В школе мальчик терпит насмешки от одноклассников, а дома он обделен вниманием родителей. Как отмечают постановщики, в первую очередь этот спектакль должен спровоцировать общение внутри семьи. Многие зрители хотят вернуться в театр, чтобы узнать эту историю с другой стороны. Мы будем беседовать. То есть этот спектакль дает тему для разговора, для беседы. Мы обсудим то, что мы увидели. Я поделюсь с друзьями обязательно этими необычными впечатлениями об этом спектакле. Спектакль «Хикикамори» включен в программу сразу двух фестивалей – «Золотая репка» и «Французская осень». Публику ждет расширенная культурная программа. В регион приедут 15 гостей из Франции, которые представят культуру своей страны через театр, кино и живопись. Мэри Елчан, Василий Колдашов, События. Мастер-класс от звезды ММА. На тренировку к юным самарским дзюдоистам приехал боксер, самбист и кикбоксер в одном лице. Мастер спорта международного класса Сергей Харитонов. На встречу с легендой побывал Сергей Кизорки. В спортклубе дзюдоанна Сараев и аншлаг. Кроме борцов здесь и боксеры, и представители различных восточных боевых искусств. Все пришли пообщаться с бойцом ММА, мастером по самбо, серебряным призером России по боксу Сергеем Харитоновым. Желаю ребятам, чтобы процветали, стремились к тренерам, чтобы не останавливались на достигнутом. Хорошие ребята, нормальная, здоровая молодежь. Глаза горят, все улыбаются. Техника на достойном уровне. Тренеры работают, город живет. Это приятно. Город живет спортом, это большое дело. Самарские спортсмены надеются, что это не последний семинар со звездой ММА. На этой встрече даже те, кто выступает за сборную России, узнали для себя много интересного. Например, секреты, как лучше подготовиться к соревнованиям и как мотивировать себя на победу с более сильным и титулованным соперником. Мы очень рады, что он нашел для нас время и уделил это время нам. Поделился своими секретами. Самарские спортсмены в Долгуне остались. Провели для звезды ММА показательные выступления. Мы пригласили все свои спортивные школы. Это обмен опытом. Это очень полезное такое мероприятие для наших детей, для подрастающего поколения. Также приходили и взрослые спортсмены, и тренеры. Сергей Харитонов уехал, но обещал вернуться. И больше времени уделить не только общению, но и практическим занятиям. Ведь в Самаре заметил мастер ММА. Много перспективных спортсменов, которые практикуют разные виды борьбы и боевых искусств. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Боевые искусства, футбол, спортивные новости за прошедшие дни привлекали больше всего внимания самарцев. По данным Яндекса, за прошедший день и неделю жители области чаще всего искали новости о матче Ростова и Ахмата. Поединок обернулся для чеченской команды поражений. Ростовщане уверенно обыграли их со счетом 2-1. Также жители области интересовались матчем чемпионата Евро-2020 между сборными России и Казахстана. Наша команда выиграла. Победный гол ей принес защитник Марио Фернандес. Вниманием пользовался и матч между московским «Динамо» и «Уфой» в российской премьер-лиге. Столичной команде не удалось взять и верх. Напряженная борьба закончилась ничьей. А башкирская команда перебралась на 9-е место в турнирной таблице. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 23 миллиона. Смотрите передачи «Самарагис» на нашем сайте и в его мобильной версии, а также на Ютьюбе. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова